всем привет с вами проект soul finder и сегодня у нас в студии новиночка пума конечно же конечно же наш с вами любимый бренд сделал новые кроссовки называются они all pro nitro и расцветка show time сейчас я достану эти кроссовки покажу их в камеру вы все скажете ты же уже таких рассказывал ну да тем самым и знаменита сейчас пума потому что все что делает пума это ковыряние в каких-то мелочах деталях и во всем том что не видно зрителю и если мы с вами много смотрим разных моделей и что-то там обсуждаем то обыватель вообще не видит разницы для него о клайд про фьюжн нитро нитро для него это вообще не имеет никакого значения он видит кроссовки такого классные там были у валеры из соседнего двора и вот ну вроде говорил ничего можно взять а на самом деле валера может играла вообще других кроссовках и лучший комментарий на эту тему это комментарий стал тегом это хорошо быть дизайнером пумы это обо всем это обо всем за последние там пять лет и единственным прорывом который бренд пумы совершил это был на лобол но даже у него умудрились три модели сделать одинаковыми и третью модель мы даже не освещаем потому что не о чем говорить и вы спросите меня серж вот ты сейчас тут нам что-то отлепишь но тем не менее ты в кадр почему-то достал кроссовки пума показываешь рассказываешь и вроде как бы с долей шутки и с другой стороны ты как-то планируешь там минут десять поговорить об этом во всем но эти кроссовки достойны внимания во первых это кроссовки которые очень очень высокие оценки зарабатывают вообще во всем мире у всех тестеров честно говоря я это заметил еще полгода назад модель не очень новая и я не мог понять в чем прикол то есть люди пишут я посмотрел одно видео почитал статью и я понимаю что люди говорят об этих кроссовках с таким восхищением как будто бы до этого не было каких-то других кроссовок хороших типа уэйдов десятых например да говорят кроссовка который объективно крутые вернее говорят о кроссовках которые ну как бы вроде как притянута ну ладно хорошо вот попадутся в руки наверное подумаю надо рассказать или нет второй момент их сейчас очень много в россии много разных расцветок есть всякие эксклюзивы эксклюзивы для нашей страны там они по магазинам условно разбросаны есть ссылка в описании на покупку на момент публикации там пять расцветок и еще две в пути есть все размеры с четвертого четвертого детского то есть до 14 что очень же хорошо в совокупности с первым пунктом то есть вы можете приобрести примерить вы можете там заказать несколько пар на выбор в общем все по ссылке в описании а третий пункт который честно говоря меня поверг в шок потому что этим кроссовкам как я сказал уже достаточно времени но я ни разу не видел в ленте своей никогда я подписан на вообще всех кроссовочных мировых субъектов вот этого сейчас наверное вы задаетесь вопросом а что я пытаюсь вам показать я пытаюсь вам показать пузырчатую структуру пены амортизации когда я увидел это в руках своих я подумал так это же не должно быть правдой потому что это условно полая структура не цельно полая а вот этими вот микрокапсулами с воздухом она же должна каким-то образом там амортизировать держать там все вот это и если опять же вернуться к пункту номер один что они настолько крутые что все ставят оценки и в америке и в европе и в азии им то это должно круто работать к этому чуть позже вернемся но сам факт вот такого строения вызван добавлением азота в момент создания пены создание вот этого материала такое делала анта она это не очень афишировала но у нее такая штука была азот добавляли конверс еще в середине 90-х они добавляли его не в таком формате они делали капсулы с воздухом типа эйра но там был не эйр а гелий ну то есть как бы тут такой переход да не азота гелий но уж не кислород не воздух это такой переход и поэтому я решил что я вот хотя бы покажу их кадре сейчас я чуть-чуть так пройдусь по корпусу тут вы уже и так все сами увидели потом уже про фит и так это синтетика хорошая добротная синтетика с вентиляционными окошками вентиляция здесь вентиляция там везде есть вентиляция ну ее не очень много но в целом должно хватать у нас есть хороший проверенный захлёст носовой части это такой классический стиль прямая подошва пума его перетащила из клайдов и перенесла вот в те самые первые там нитро баскетбольные высокие были низкие и вот этот носовой захлёст имеет с внутренней стороны еще выступающий протектор что в принципе неплохо для сцепления и хороших кроссоверов с внешней стороны есть такая условная линия аутриггера но на самом деле нет потому что он очень маленький выступает на 3 может быть 4 миллиметра от вертикали оси но тем не менее тем не менее выступ вот этот вот выполнен такой обман очка вот вот что я хотел сказать здесь острая линия поэтому перевал будет ощутимый в случае если что не так и и сверху мы уже видим сочетание с этой пеной пена называется nitro sqd склад предположу я и шнуровка у нас есть три петли это три нейлоновые полоски с внешней стороны две с внутренней стороны и еще 4 плюс 3 достаточно хорошая шнуровка 6 петель в общем-то нам более чем достаточно пума логотип красивый тот же самый sunset и 75 лет пуме отмечается на этих кроссовках как вы видите указан двадцать третий год ну соответственно в двадцать третьем году появилась эта модель и мы спустя больше чем полгода рассказываем о них здесь надпись all pro аккуратно скрытый но тем не менее заметный логотип пума красивый тот же самый закатный силуэт пумы nitro sqd точно так же да пометка есть такую пенку нет про мы уже показывали и здесь у нас пластиковая вставка хорошая обычная резина типа пумы кладов тех самых которых я рассказывал уже и рисунок протектора ну в общем-то говорит от не о чем потому что это креатив но креатив со взглядом в прошлое не более того в области пятки вы видите выступающие линии выступающую пенку пенку вокруг ригидной пластины и с внутренней стороны как они ведут себя на кручение очень очень сильно сопротивляются это прям очень такая заметная штука в них здесь набивная подушка конечно есть но тем не менее они вообще не скручиваются на сгиб идут очень слабо где-то в передних там может быть 25 20 25 процентах то есть такое сопротивление очень хорошо возможно возможно это и есть та львиная доля почему у этих кроссовок такие высокие оценки по всему миру и так второй башмак куда без него предварительно расшнурованный в котором я могу вам показать небольшое строение внутреннее это сапожок сапожок примерно на половину длины стопы хороший неопреновый красивая стелечка набивной материал вообще никакой не формованный в области пятки то есть просто набивной набивнушка и большой такой слой здесь достаточно плотный с небольшим выступом под косточку пятки стелька как вы видите яркая под которой у нас скрывается такая вот толщина стельки скрывается дополнительная подстелька синего цвета что-то еще красного цвета а вот эти все 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 слои пены находятся ниже что в принципе должно давать ту самую амортизацию расцветка showtime была создана для all star game именно на ней я остановил свой выбор когда появилась возможность сделать видео и showtime all star game slam dunk contest ну вы там все знаете это парень который делал showtime второй год подряд эти кроссовки очень яркие очень яркие сочные и когда я взял их в руки я подумал ну неплохо когда я надел их на ногу я подумал что-то я не замечаю ничего такого чем так восхищаются мои коллеги я могу позволить себе называть их коллегами и я подумал что возможно именно подошва пена и все такое классное по ощущениям не коррелируется с корпусом корпус не такой уж и мягкий не такой обволакивающий не такой плотно сидящий нет всего вот этого что для меня является очень важным возможно потому что это не очень-то элитные кроссовки они стоят 130 долларов при текущей инфляции там это 100 долларов условно пять лет назад и это условно бюджетная какая-то базовая модель кроссовок по ощущениям мне понравилась именно подошва но корпус мне понравился облегание плотного и фиксации плотной я не заметил но я в них не играл но что мне очень хотелось сделать я сделаю сейчас на камеру что у меня есть в руках у меня есть маленький пин вот такой вот пакостник серж нет азот не выходит проверено сержем друзья я надеюсь что вы были рады видеть такую приятную картинку кроссовок который можно заказать в России по ссылке в описании а с вами я попрощаюсь и до новых встреч салют 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 от вторая или это марить это сервис